Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи и мы продолжаем карьеру за Джеймса Дэвиса FIFA 22. В это непростое время, ребята, я продолжаю радовать вас новыми роликами, предлагаю вам от всего отвлечься, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек и давайте начинать. Сегодня у нас, ребята, первая игра против Ювентуса, это встреча лидеров турнирной таблицы, ну а также сегодня мы встретимся, я думаю, в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов с весьма непростым соперником. Кто это будет, ребята, вы узнаете совсем скоро, ну а сейчас поддержите видосик лайком, подписывайтесь на канал, если вы новенький и прожимайте колокольчик, ну и давайте отправляться на игру. Вот так вот выглядят стартовые составы команд и поехали. Наша команда в последнее время играет довольно продуктивно и в прошлый раз, когда мы встречались с Ювентусом, мы неплохо так их ребята наказали в Кубке Италии. Они вылетели, мы прошли дальше, но сейчас будет интересно посмотреть, что они покажут уже в чемпионате. Отрыв у нас всего лишь в одно очко и сейчас победа одной или другой команды позволит немного оторваться вперед, потому что ближайшие преследователи с третьего места, они все-таки чуть-чуть позади им. И пока борьба только между нами и Ювентусом. Сможем ли мы пробиться до финала Лиги Чемпионов, сможем ли мы выиграть чемпионат Италии, а также Кубок? Девять минут позади, пока что, ребята, мы просто поддавливаем соперника. Вот и первый выстрел Джеймса Дэвиса и сразу же гол. Первым ударом мы открываем счет в этом матче. Джеймс Дэвис на 10-й минуте забивает первый мяч. Ликуют трибуны, ликует команда. Ну и здесь мы будто загипнотизировали футболистов Ювентуса и Джеймс Дэвис исполнил свой фирменный удар в девятку с подкруткой. Хотя посмотрим, в девятку ли летел мяч. Ну да, ребят, здесь никаких шансов не было у голкипера. И Джеймс Дэвис передает всем вам большущий привет. В начале этого матча немножко изменилась тактика нашей команды. Мы не стали нестись вперед, как это было ранее. Мы раскатывали 10 минут, искали момент, и Джеймс Дэвис в итоге его смог найти. Ой-ой-ой, грубо. Сыграл Джеймс Дэвис, но в итоге арбитр не зафиксировал нарушение правил. Хорошая передача на Джеймса Дэвиса. Сейчас Исаком пытались разогнать атаку. Переводим на другой фланг. Ответный пас на Дэвиса. Снова Исак. Джеймс Дэвис неплохо уходит сейчас от соперника. Ушли от подката. И теперь в центр Исак. Ну а куда ж ты щелкал пяточкой? Такая, знаете, пока не очень быстрая игра. Я бы не сказал, что темп какой-то сильно взвинченный. Но вот Ювентус понесся в атаку по флангу. 26-ая минута. И снова наша оборона пока играет очень неплохо. Тоненький пас. Удар поворотом и 1-1. Это ребята Бернарду Силва. Ювентус тоже пользуется своим моментом. Реализует его и сравнивает счет. По-моему, за 10 минут до конца первого тайма. Может быть, чуть-чуть меньше. Но проморгала наша оборона. Здесь уже поздно было поднимать руку о положении вне игры. Нет, еще 15 минут до конца. Все-таки Джеймс Дэвис получил отложенную карточку за тот грубый подкат. Штрафной удар. Майер бьет в ближний угол, но не попадает в створ ворот. Как мы видим, по ударам всего лишь 2-1. И снова Ювентус в атаке. И они выходят вперед. Вот наша оборона моргнула второй момент. И вот так вот, буквально вторым ударом, Ювентус реализует 100% свой момент. Они выходят вперед, ближе к концовке первого тайма. Ну и здесь все было очень просто. Практически с центра поля пробежал игрок Юве. Ну а наш голкипер, кстати говоря, немножко дотянулся до мяча. Но спасти команду не сумел. Концовка первых 45 минут. Ювентус снова идет в атаку. Подача, удар, перекладина, добивание. 3-1. Ребята, мы уступаем уже в три мяча. Бернарду Силва делает дубль. Неплохо разыграли. Пошел хороший заброс. Здесь спасает каркас ворот. Ну а дальше Бернарду Силва забивает мяч в пустые ворота. Счет становится 3-1. И второй тайм, я думаю, будет очень жарким. Нам нужно как-то выправлять ситуацию. Но пока особо каких-то намеков на это нет. Кубки Италии мы забили много Ювентусу. Теперь решили они наколотить уже кучу голов нам. За первый тайм они реализовали 100% на три своих момента. Оборона Юве выстроилась. Джеймс Дэвис. Попытка его удара. Рикошет. И мяч уходит на угловой. Но надо бить. Если не дают подойти к штрафной, к воротам. Нужно, ребята, пытаться бить издалека. Еще один заброс в нашу штрафную. Ювентус классно разыгрывает. Удар по воротам. Справились. Снова Джеймс Дэвис. Удар Исака и тащит галкипер. Мы создаем неплохие моменты. Но пока реализовать их не выходит. У нас Тиагу Алькантера появляется вместо Майера. Может быть, сейчас чуть покреативнее что-то будет. Джеймс Дэвис. Скидка нет. Еще один пас в нашу штрафную. Еще один удар по воротам. 4-1. Ну вот будто формами поменялись команды. Это Юрий Тилиманс забивает гол. И делает счет довольно неприличным. Посмотрите, еще одна хорошая передача. Это снова Бернарду Силву. Он уже ассистировал. Ну и здесь Юрий Тилиманс расстрелял. Наши ворота без проблем. Челха на глупо кидает поле. Еще одна разрезающая передача. Юрий Тилиманс забивает еще один. Мне кажется, сегодня Ювентус реализовывает каждый свой момент. Вот как у нас иногда это бывает. Когда мы там из 7 ударов, например, забивали по 4-5 голов. И вот здесь у Ювентуса тоже все пошло как надо. Ну и наш галкипер начал пускать один за одним. Но тут к нему есть вопросы. Мне кажется, он должен был играть по этому мячу. 80-я минута. 5-1. Еще одна атака. Бернарду Силва. Но здесь уже галкипер тащит. Когда, ребята, все и так упущено. Мне кажется, это первое такое довольно крупное, обидное, досадное такое поражение за весь сезон. Потому как, ну, столько. Я не помню, чтобы мы пропускали. Еще один момент. И снова тащит вратарь. Ювентус не останавливается. Они бьют, продолжают создавать опасные моменты около наших ворот. Ну а нам все, что остается, это просто дождаться финального свистка. И готовится уже к следующему матчу. Ювентус после этой игры выходит на первое место. Еще один момент. Снова тащит галкипер. Ну и пора свистеть. Пора уже свистеть. Арбитр здесь ничего не изменится. Как мы видим, ребята, в кандидаты на звание игрока месяца у нас попало аж три игрока Ювентуса и Джеймс Дэвис. Сейчас у нас игра против Вероны, которые идут на седьмой строчке. Вот так вот выглядят стартовые составы на эту игру. И, ребята, погнали. Был небольшой перерыв на сборной. Там были два неинтересных товарищеских матча. Я их быстренько просимулировал. Там Джеймс Дэвис, тем более, был в глубоком запасе. И сейчас мы возвращаемся в чемпионат. Надеюсь, что этот небольшой перерыв помог нашим футболистам восстановиться. Как морально, так и физически. И мы сейчас сможем выиграть дома у Вероны. Ну а после этого отправляемся на первый матч четвертьфинала Лиги Чемпионов. Там, я повторюсь, нас ждет весьма серьезный и интересный оппонент. Ну а что, Верона? Они сразу, ребята, понеслись довольно быстро в атаку. Неплохая передача. Подошли уже к нашей штрафной. Но здесь галкипер. Вышел спокойно. Забрал мяч и нужно начинать уже собственную атаку. Пас на Дэвиса не получился. А вот сейчас Джеймс Дэвис удар по воротам. С правой ноги тащит галкипер. А я помню, мы же недавно с ними играли. Там у них вроде бы на воротах Драговский. И он тогда тоже тащил уйму мячей. Джеймс Дэвис за Шивера залетит. Залетит, ребята. Вот так вот Джеймс Дэвис сегодня забивает голы. Но Ювентусу-то мы тоже забили первый красивый мяч. А после этого получили разгром. Двенадцатая минута. Джеймс Дэвис забивает свой тридцать пятый гол в двадцати пяти матчах. Игр еще, ребята, достаточно. А до побитого рекорда чемпионата Италии не так далеко. Джеймс Дэвис сегодня действуем из глубины. Дэвис набирает скорость. Передач на Исака. Майер. Дэвис. Удар по воротам 2-0. Ну вот у нас стало проходить то, что проходило у Ювентуса в прошлом матче. Мы начали разыгрывать гораздо быстрее комбинации. Ну и Джеймс Дэвис начал реализовывать моменты. Пас на Джеймса Дэвиса. Выкатим на Исака. Хорошая передача. Исак выскакивает один на один. Бьет по воротам. Но здесь успевает вратарь. И добить, к сожалению, не получилось. Пас на Исака. Дэвис. И снова тащит вратарь. С мячом Джеймс Дэвис. Попробуем крутануть в дальний. Ребята, это было очень опасно. И как-то все просто смотрели на полет мяча, но никто не пытался его остановить. Ну и с этого ракурса видно, что все-таки мяч летел далеко от ворот. И нам показывают, что Джеймс Дэвис уже наколотил пять ударов за 34 минуты. Из них он забил два гола. И, по-моему, кроме Джеймса Дэвиса особо по воротам-то никто и не бил. Хорошая передача на правый фланг. А сейчас можно делать пасцентр. Майер! Вот и он разбирается в своем эпизоде. Это, ребята, 3-0. Ну и классно, подработал. Тут же сориентировался, пробил боковыми ножницами и поразил ворота. На 38-й минуте счет становится 3-0. Но вот не только много сегодня мы можем пропускать, но и много мы можем забивать. Кто-то опять скажет, что да, ты же забиваешь не грандом. Но, ребята, и грандом мы тоже забивали порой много. Понятное дело, что сколько бы ты не забил, это очень грубо. Здесь нужно давать карточку. Она в руках арбитра уже сдают нервишки. У футболистов Вероны. Так вот, сколько бы ты не забил в матче, все равно только 3 очка получишь за игру. И не больше. А вот это классная передача на Дэвиса. Будет ли хэт-трик? Будет, ребята. Хэт-трик Джеймса Дэвиса сегодня будет. Классно. Классно мы здесь оторвались. И мы выходим с 37-ю голами на первое место в чемпионате Италии. Ну и бьем рекорд, как мне говорили. Был максимум 36. У нас, ребята, Исак покидает поле. Выходит снова какой-то новый нападающий. Сейчас посмотрим, кто это. Но, честно, я не знаю. Там как будто действительно склад футболистов в атаке. Сатриана. С ним мы еще не играли. Я уж не знаю, зачем нам столько футболистов нападений, которые бывает раз за сезон выходят. И то на замену. Хорошая передача на Джеймса Дэвиса. Ну и вот небольшой спойлер Лиги Чемпионов. Это, ребята, игра против Баварии в четвертьфинале. Здесь снова пытаемся мы додавить соперника. Джеймс Дэвис. Классный выстрел, но жаль, мяч чуть-чуть пошел выше. Еще одна неплохая передача. Вероны в нашу штрафную прострел, а вот там так классно, как у Майера пробить не вышло. И наши защитники смогли справиться. А вот здесь чуть-чуть бы передача была поточнее и могли бы уже выходить на ворота соперника. Ну а так перехват и снова Верона что-то пытается придумать. Сейчас уже понятно, дело не идет о каких-то сравниваниях счета. Ну хотя бы гол престижа. Но наш галкипер не позволяет это сделать. Джеймс Дэвис, передача в центр. Снова пас на Дэвиса. Ну и здесь нарушение правил. Дэвис против всей команды Вероны сейчас разговаривает. Ну а что скажет главный арбитр этой встречи? Это красная карточка. До свидания. Страсти подугасли. Джеймс Дэвис сейчас попытается, я думаю, пробить. Он берет разбег, бьет поворотом, но нет. На месте вратарь. И 15 минут остается до конца. Верона осталась в меньшинстве. Прошла передача над Джеймса Дэвиса. Мы заскакиваем в штрафную. Дэвис! Удар поворотом спасает голкипер. Неплохая передача в нашу штрафную. Верона в атаке. Дойдет ли дело до удара? Удар есть, но в ближний, где находился голкипер и смог отразить этот выстрел. Закончилось основное время этого матча. Посмотрим, сколько добавит главный арбитр. Он добавляет две минуты. Эти две минуты, по всей видимости, Верона проведет с мячом у наших ворот и пытаются они забить хотя бы один. Еще одна подача. Здесь снова мяч вынесли. Ну и я думаю, теперь уж да, можно свистеть. Это победа 4-0. Это хэт-трик Джеймса Дэвиса. Это, ребята, исторический рекорд, который Джеймс Дэвис уже побил, но я думаю, сможет сделать его еще крупнее. И мы, ребята, отправляемся на четвертьфинал Лиги Чемпионов. Джеймс Дэвис побит голевой рекорд. Статистика участия в турнирах. 36 голов, Джеймс Дэвис уже забил 37. Вот так выглядят четвертьфиналы Лиги Чемпионов. Мадридский Реал встречается с Дортмундской Боруссией. Мы встречаемся с Баварией, Ювентус, Манчестер Сити, Челси Сосуола, три команды из Чемпионата Италии. Лига Европы. Астон Вилла Ницца, Марсель Милан, Байер Ливеркузен Франкфурт, Ливерпуль Лиль. Ну и четвертьфинал Лиги Конференции. Порту, Наполи, Аяк, Страсбург, так вот выглядят стартовые составы. Ну и посмотрите, Лукаку, Мэдисон в составе Баварии, Дехея на воротах. В общем, много интересных переходов произошло. Ну и, ребята, погнали. Мы видим сектор болельщиков Баварии, которые приехали поддержать сегодня свою команду. Но это лишь 20%, как я понимаю, от всего стадиона. И все остальные болельщики сегодня поддерживают Джеймса Дэвиса и его товарищей. Которые выступают за Интер. Давайте начинать. Я думаю, этот матч должен быть очень жарким. Ромео Лукаку. В свое время мы играли с ним в Челси. Но это было давно. Мы еще оставались в клубе, когда он уже ушел. И смотрите-ка, мы выступали против Тима Вернера в Атлетика Мадрид и против Ромео Лукаку. Ну и, конечно, Гнабри. Гнабри, ребята, выступал в свое время за Баварию, но его в нашей карьере купил Интер. Много, много различных связей. Кимик сейчас пытался что-то придумать в атаке. Не получилось, но Бавария возвращает себе мяч передачи на правый фланг. Гнабри! Вот так вот он расстраивает, ребята, нашу команду. Он ушел обратно в Баварию и забивает гол. 1-0. Бавария выходит вперед, ну и здесь, конечно, оставили Гнабри совершенно одного. И он огорчает нашу команду на 11-й минуте. Очень пока плотненько все. Ну вот какие разные матчи, да, какой простор действий нам создавали футболисты Верона и как сейчас плотно действуют футболисты Баварии. И снова передача на Гнабри. Он по левому флангу отдает пас на Ромео Лукаку. Тот пытается что-то придумать, но потеря. И тут же попытка контратаки. Джеймс Дэвис. Сейчас нужно бежать. Кристенсен против него. Дэвис. Есть Майер в центре. Пока что сохраняем мяч у себя. Лукаку дальний удар по воротам. спасает каркас. И что это? Штрафной или угловой? Да, это штрафной. На секунду могло показаться, что это было ребята уже в наших зонах. Отбились. Джеймс Дэвис пытался навязать борьбу. Бавария сейчас начинает давить нашу команду. Дэвис заскочил в штрафную. Попытка удара спасает голкипер. Да, Дэхея сложно еще пробить, ребята. Да и здесь под большим давлением Дэвис пытался ударить по воротам соперника. Передача на Неваша. Его удар по воротам. И ребята Дэхея спасает. Концовка первого тайма. Пара неплохих моментов у ворот Баварии. Джеймс Дэвис. Удар по воротам и снова Дэхея. Но если мы не будем брать игру на себя, то вряд ли наша команда здесь сможет выиграть. Еще одна подача. Ну же! Нет, до удара дело так и не дошло. И смотрим, сколько добавляет главная орбита. А это классный перевод на Гнабри. Одну минуту он добавил. Гнабри несется в нашу штрафную и забивает второй. Вот это ребята что называется темная лошадка. Этот парень был у нас когда мы пришли в Интер. Он пришел к нам из Баварии. Он вернулся туда и забивает нам два мяча в первом тайме. Пока не лучшим образом складывается игра. У нас были моменты, но Дэхея на воротах очень здорово действовал. Спас Баварию. Ну а Гнабри реализовал два хороших момента. Огорчил он бывший клуб. Но все-таки я думаю если так то Бавария это для него породнее будет чем Интер. И посмотрите посмотрите как он заведен. Сегодня он пытается сделать всю игру самостоятельно. Ну а вот Джеймсу Дэвису пока такой роскоши соперник не позволяет. Опасная передача Kingsley Command прострел. Ну серьезно парни. Лукаку 3-0. Но здесь снова началась какая-то просто чепуха в обороне. Почему вот здесь нужно играть так на коротке не выбить мяч сразу. И в итоге Лукаку без проблем забивает третий. Гудят трибуны поскольку ребята мы играем дома. И снова для нас начинаются какие-то испытания. Если сейчас мы не забьем хотя бы один или два с учетом того что мы больше не пропустим то в ответной встрече все будет очень и очень плохо. У нас 68-я минута это Kingsley Command несется в нашу штрафную его сбивают арбитр не назначает пенальти что очень странно потому что мне показалось что нарушение правил было. Ну а теперь контратака Джеймс Дэвис Раскачиваем сейчас оборону Баварии Дэвис бьет поворотом и этот удар заблокирован Джеймс Дэвис классная передача надо бежать дальше пошла подача но здесь Дэхея ребята он вытаскивает непростой мяч и остается все меньше времени Джеймс Дэвис классная передача удар поворотом и Дэхея даже здесь дотягивается да что ж такое не получается пока забить Сане выходит вместо Гнабри 88 минута это Джеймс Дэвис удар поворотом пенальти это пенальти 89 минута но знаете что-то мне подсказывает что сейчас Дэхея может вытащить этот мяч нервишки на пределе и Джеймс Дэвис подходит к мячу Дэвис против Дэхея 89 минута нет все-таки Дэвис забивает ребята Дэвис забивает счет становится 3-1 за одну минуту до конца радоваться тут особо нечему но ответная встреча будет очень жаркой все-таки на выезде вы уже знаете как мы можем играть и мы допустили ошибки которые нужно будет исправлять 3 пропустили 1 забили в принципе 2-0 мы можем выиграть можем выиграть и 3-0 но главное это будет не пропускать в ответ на игре просто если бы сейчас мы не забили хотя бы 1 это было бы уже очень печально потому что нужно было бы забивать 3 для того чтобы выйти только в дополнительное время понятное дело что и 3-й гол мы пропустили он был совершенно необязательный это был привоз защиты ну а так ребята вся интрига еще впереди надеюсь серия вам понравилась обязательно поддержите ее лайком пишите комментарии подписывайтесь на канал ну а с вами был Локи всем спасибо всем пока